Муфлон является древнейшим представителем животного мира. Он считается родоначальником овцы. Его сразу можно узнать по характерным рогам. Дикие муфлоны были широко распространены в Евразии, но из-за рогов и ценной шерсти на них охотились во многих странах. Некоторые виды муфлонов занесены в Красную книгу. Сегодня муфлонов содержат в зоопарках и природных парках, в отдельных странах разводят в домашних условиях. Живет травоядный парнокопытный муфлон в горной местности. Делятся муфлоны на европейских и азиатских диких, которых называют аркалами. Европейский водится в Армении, Ираке и в Крыму, где он обитает в заповедниках. Азиатский встречается в Таджикистане, Узбекистане, Турции и в Туркмении. В Казахстане аркала почитают. Парнокопытные предпочитают постоянно мигрировать между пастбищами и водопоями. Самцы присоединяются к табуну только в период спаривания и то исключительно с трехлетнего возраста. Естественные враги муфлона – это вопки, росомахи и рыси. Самец европейского муфлона весит 50 килограммов из-за рогов. Самки с маленькими рожками весят 30. Самец азиатского весит от 53 до 80 килограммов, самка – 45. Рога европейских самцов закручены в стороны, азиатских – назад. В основе рациона травоядных муфлонов – злаки и разнотраги. Животные могут вредить поселам. Они питаются зеленым кормом, кустарниками, мхом или шайником, грибами и ягодами. Зимой добывают корни растений. Любят червевые ягоды, которые снабжают организм белками. Самки муфлона созревают в 2 года. Беременность продолжается 5 месяцев. Рождаются 1-2 ягненка. Детеныши после рождения в марте или апреле могут сразу следовать за стадом. Живет дикий баран 15 лет. В неволе лучше размножаются европейские виды. Азиатский дикий неважно размножается в зоопарках. Европейская порода активно применяется в селекции для получения новых пород овец, способных круглогодично находиться на горных пастбищах. Кожа европейцев используется в промышленности, а мясо имеет ценный вкус. Шерсть муфлонов зимой густая и плотная, из нее шьют шубы. В некоторых странах животных разводят на фермах.